Вы ветеран Отечественной войны народа Абхазии Приняли для себя весьма важное решение баллотироваться в президенты Абхазии Вы теоретик, у Вас за спиной очень большие знания, большой послужной список работ, в том числе в правоохранительных структурах И все же, почему было принято такое решение? Мне уже не раз задавали этот вопрос, в данном случае я отвечу более объемно Решение принималось мною не в одночасье Я долго думал над теми проблемами, которые на сегодняшний день существуют в нашем обществе Думал над проблемами той же самой нашей политической системы Думал о раскладе политических сил накануне выборов И тот момент, что именно незадолго до начала выборов Наш оппозиционный блок по тем или иным причинам раскололся И, наверное, подвело меня к тому шагу, на который я и решился Я считаю, что Абхазия стоит в шаге от тех перемен, которые в ближайшее время ждут наше общество, народ Абхазии Но, опять же, для того, чтобы произошли перемены, нужны новые сил Новые лидеры, новые личности, которые должны появиться на политической арене Я считаю, вопрос, касаемый бывших наших политических лидеров Он уже не имеет того существенного значения В предопределении именно выборов В предопределении нашей внутренней и внешней политики Потому что это право принадлежит только народу Абхазии Сегодня мы не должны ориентироваться на те значимые политические фигуры Которые отразили себя в новейшей истории Абхазии Настало время, когда на смену этим политикам должны прийти умные, способные, энергичные, ответственные И ничем не запятнанные лица То, что предопределило мой шаг Одной из причин этого является именно то, что я считаю Политические фигуры, которые были обозначены в Абхазии В течение последних 15-20 лет Исчерпали свой потенциал Как именно лидеры Как великие политики Которые творили нашу внутреннюю и внешнюю политику В самом хорошем смысле этого слова, безусловно Я считаю, что На сегодняшний день Тот раскол, который наблюдается в оппозиции Именно дело рук Вот этих политических фигур И поэтому вот это именно заключение, которое я сделал для себя Сподвигло меня на конкретный шаг Люди много раз задавали вопрос Почему Артур Анква Не в команде экс-президента Александра Анква Пользуясь случаем, я хочу задать вам этот вопрос Расскажите, почему случилось так, что ваши пути разошлись Я на самом деле не являюсь сторонником Александра Анква При том, что между нами сохраняются теплые отношения Это близкий мне по крови человек Я был сторонником Александра Анква Но случилось так, что после очередной встречи с ним Я неоднократно приезжал к нему, беседовал с ним Мне интересно было знать его позицию по тем или иным вопросам Я убедился в том, что на сегодняшний день В Абхазии нужны новые фигуры Я убедился в том, что та позиция, которая озвучивалась Именно Александром Золотинсковичем Расходится с моей личной позицией С моими взглядами Видением именно выхода из той сложной ситуации В которой на сегодняшний день находится Абхазия и народ Абхазии Саслан Шатайч, мой следующий вопрос адресован вам Причиной своего появления в президентской гонке нынешней Вы обозначили как вызов времени Все так плохо в нашей стране, что спасать ее приходится людям Которые ранее в политике никогда не обозначались Конечно, мы еще не находимся в столь критической ситуации Но ситуацию, тем не менее, очень хорошей, думаю, не назовет никто В таких ситуациях часто приходилось идти в политику людям Как бы со стороны с науки Ну, самый известный пример, да Слава Богу, мы все это помним К сожалению, ныне уже покойный наш первый президент Владислав Негорий Чарльзинба Который был человек науки, да Но который проявился как блестящий политик, блестящий верховный главнокомандующий Первый президент страны, и так далее, и так далее Почему же все же нам пришлось, или вот лично мне, да Когда Артур Миронович мне предложил пойти с ним в паре Я, честно говоря, сначала колебался, даже отказался Но я прислушался к его доводам и согласился В чем проблема? Вот Артур Миронович уже говорил, что наше общество, и особенно наша политическая элита, она расколота И победа любого из известных политиков, да К сожалению, к преодолению этого раскола не ведет А наоборот, к усугублению, да Вы видите, сейчас достаточно широкое общественное, да Вот оппозиционное движение Вместе с тем, скажем, победа оппозиционных сил Да, известных политиков Может быть воспринято как реванш За события, там, 2014 года, и так далее, и так далее Это не приводит к миру спокойствия А, к сожалению, Абхазия дошла уже до такой степени кризиса Что выйти мы можем только сообща Как это было и во время войны, и после войны Тяжелое блокадное время, и так далее И потому я согласился с предложением Артура Мироновича, что мы как раз-таки Не связаны с публичной политикой, не связаны какими-то обязательствами С той или иной политической и тем более, скажем, экономической группой Да, и я думаю, мы способны Да, предложить всем силам Объединиться на благо Ну, нашей страны И так уж сложилось, что именно в предвыборный период Больше всего звучит предложение по изменениям, по реформированию По выходу из кризиса И какие только варианты не предлагаются Но среднестатистическому человеку, гражданину, жителю Абхазии Безусловно, хочется жить в развивающейся, самодостаточной, богатой стране Почему бы и нет Но просыпаясь утром, этот человек сталкивается с совершенно простыми бытовыми проблемами Такими, как пустой холодильник, плата счетов, одежда детей Я не знаю, но масса всего И, на мой взгляд, для каждого человека, для каждой семьи Именно вот эти проблемы в тот момент кажутся самыми глобальными Как сделать так, чтобы простому человеку, не чиновнику, да, не бизнесмену А обычному человеку среднестатистическому стало немного проще и легче жить Первое, что я хочу выделить Это именно мнение народа, которое будет озвучено 25 августа, в день выборов Если народ сможет отдать предпочтение именно тем силам, которые будут работать во благо своего народа, во благо своей страны Тогда мы можем уже с полной уверенностью говорить о тех изменениях в целом и конкретно в жизни каждого гражданина нашей страны Только тогда мы сможем, будь то я, пойдет выбор народа на меня или другого достойного кандидата Мы сможем путем объединения, а я считаю, в каждой команде, которая на сегодняшний день идет на выборы Есть достойные, порядочные люди Чистые, в душе, которые являются патриотами своей страны И которые сделают максимум и более того, сделают то, что, может быть, им иной раз бывало и не по силам Ради своего народа, ради будущего наших детей, ради молодежи Они сделают конкретный шаг к объединению И только единство народа, единство нашего общества в целом позволит нам сделать конкретные шаги Я лично считаю, что на сегодняшний день необходимо навести порядок в стране В том числе и правопорядок Повысить ответственность каждого должностного лица перед своим народом И глава государства, и правительство, и все чиновники, начиная с малого до велика Должны быть подотчетны своему народу Народ должен сегодня думать, идя на выборы, о том, что избирается глава государства Но в нашем понимании глава государства это та личность, та фигура, которая должна производить всю свою работу во благо этого народа То есть глава государства, если говорить более доступным языком, в нашем понимании это слуга народа Если он избирает народа, если народ возложил на него особую обязанность То этим самым возрастает ответственность этого лидера за завтрашний день, за наше будущее, за историю нашего государства В целом, опять же, можно обозначить разные направления, которые позволят человеку, просыпаясь утром Я конкретизирую уже ваш вопрос, не думать о том, как пополнить продовольственные запасы, как купить необходимое детям А думать о том, что вот я иду на работу, которая на сегодняшний день позволит мне заработать необходимую сумму Для содержания, в первую очередь, своей семьи, во благо своих детей А это можно, опять же, сделать при разрешении комплексно тех проблем, которые на сегодняшний день имеются у нашего общества Готовы ли вы жестко бороться с коррупцией, вот прям искоренить ее? Мы готовы не только бороться с коррупцией, мы готовы объявить войну коррупции Я приведу отдельное предложение именно из определения коррупции Коррупция это не только взятка, а это использование должностных полномочий в личных интересах физическим лицом Или лицом, который занимает определенную должность Я считаю, что с этим можно покончить, но только в том случае, если, опять же, народ поддержит того лидера, который объявит войну коррупции Каждое должностное лицо, начиная с главы государства, должно отвечать перед законом Должно отвечать за свои действия и должно обязательно отчитываться перед своим народом Как это сделать? Как это сделать? Конкретные шаги у нас разработаны, расписаны в программе Решить эту проблему в кратчайшие сроки, я считаю, будет практически невозможно Это нужно большое количество времени для того, чтобы в первую очередь изменить отношение народа к власти имущим Изменить отношение народа к нашему законодательству Чтобы народ понял и осознал, что все от мала до велика абсолютно равны перед нашей конституцией и перед законом Я считаю, что на сегодняшний день, а это, опять же, подчеркиваю Обозначено в нашей программе, продумано нашей командой, моими единомышленниками, лично мною Мы должны будем вернуть все похищенное, разграбленное, отнятое у народа В собственность государства, то есть народа Я считаю, что все те лица, которые несут ответственность за расхищенное государственное имущество В том или ином виде, в той или иной форме должны понести наказание Есть у нас уголовное законодательство, в котором обозначены статьи и меры наказания Они должны быть применены Более того, я считаю, что необходимо пересмотреть наше уголовное законодательство А именно те статьи, которые касаются непосредственно коррупционеров, взяточников То есть тех лиц, которые должны понести наказание, должны ответить за все содеянное Я считаю, что путем ужесточения именно вот этого определения коррупции Мы сможем навести порядок в стране Опять же подчеркиваю, это не единственная наша форма и метод борьбы Но в данном случае, в отличие от других вопросов, от других проблем Где общество настроено ужесточить меры наказания Я считаю, что главным направлением именно в нашем уголовном законодательстве Которое требует изменения, касается именно коррупционеров А сейчас я хочу затронуть тему нефти Причем, совершенно коротко Вы задавычу нефти или против? Лично от меня вы сейчас не услышите однозначного ответа Потому что этот вопрос стратегически важен для нашего государства В целом для общества Он имеет ряд подоплек Мы должны в первую очередь думать о завтрашнем дне Естественно, мы понимаем, что нефтедобыча может приносить огромный доход в государственный бюджет Но при этом нас беспокоит и экологическая проблема Которая непосредственно связана с добычей нефти Примеров у нас очень много Когда следствием нефтедобычи является огромнейшая экономическая проблема Которая встает перед теми или иными государствами и обществом в целом Кроме того, меня очень сильно беспокоит вопрос Касаемый тех договоров, а может быть договоров Которые подписаны на правительственном уровне Касаемо опять же разработки и нефтедобычи Насколько это соответствует интересам нашего народа, нашего общества и в целом государства На сегодняшний день мы в неведении Какие же статьи, какие же пункты отражены в этом договоре Насколько это соответствует интересам нашего государства Насколько оно безопасно для нашего государства кто непосредственно заинтересован на сегодняшний день по ранее подписанным договорам в нефтедобыче, насколько это опять же не затрагивает интересы узкого круга лиц или группы лиц, я имею ввиду в первую очередь экономические интересы. То есть это все должно быть детально изучено, рассмотрено специалистами, экспертами, а затем уже я смогу вам дать конкретный ответ на поставленный вопрос. Что касается меня, то я в целом поддерживаю позицию Артура Миротовича, действительно вопрос надо изучить, все же мы люди науки, не имея исходных данных, трудно давать анализ ситуации, но в принципе я считаю, что у нас есть другие источники пополнения, запасов доходной части бюджета, в конце концов возьмем ту же воду. Вода в мире стоит дороже нефти, а запасы воды, полезной воды у нас гораздо больше, чем якобы разведанные запасы нефти. То есть мы можем без особого ущерба заняться этими вопросами, и это будет и экологически гораздо безопаснее. Конечно, надо все исследовать, потому что и воду можно расхитить так, что он скоро никому не останется, но для этого и есть специалисты, которые должны все исследовать. Но зная обычно, как проходят работы у нас, трудно ожидать, что нефтедобыча у нас пройдет без каких-нибудь экологических последствий. Хочу отметить один важный момент. Вот мы говорим о добыче нефти. Саслан Шатайович обратил внимание на тот же самый энергоресурс, но в виде воды, которым так богата Абхазия. У специалистов, у ученых есть такое определение – восполняемый энергоресурс и невосполняемый. На сегодняшний день мы прекрасно знаем, нефть является невосполняемым ресурсом. Если говорить о воде, это восполняемый ресурс. То есть рассматривать этот вопрос можно, не задумываясь над тем, нанесет ли это ущерб экологии и интересам народа. Естественно, в умеренных рамках. Тот же самый вопрос, касающийся тех ископаемых, которые имеются на территории Абхазии. В первую очередь я затрону необъятные просторы нашей Родины, которые богата, так или иначе, древесина. На территории Абхазии произрастает много видов, много сортов деревьев, которые на сегодняшний день очень востребованы на мировом рынке. Но, опять же, подчеркивая, касаясь вопроса восполняемости этой энергии, а это тоже один из видов энергии, частично восполняемой энергией является древесина. То есть и этому вопросу для пополнения казны можно уделить особое внимание. Необходимо отметить, что на территории Абхазии на сегодняшний день имеются залежи минеральных удобрений и всего прочего, которые так необходимы нашему аграрному сектору. Почему бы не уделить внимание и этому направлению? Сегодня мы не говорим о добыче угля, которая велась на территории Абхазии. Почему? Это уже не отвечает интересам тех или иных слоев общества. То есть, если более конкретизировать, узкому кругу лиц. Почему мы не говорим о промысловой добыче в Черном море? А мы только озвучиваем вопрос нефти, который способен решить нашу судьбу и будущее Абхазии. Я противник такого подхода именно в рассмотрении данного вопроса. Расскажите, пожалуйста, как вообще в целом проходят ваши предвыборные кампании? На сегодняшний день нас лично очень радует такой фактор, как абсолютное спокойствие, не равнодушие, а именно спокойствие, которое наблюдается в действии тех или иных кандидатов. Абсолютно спокойное отношение нашего общества в целом к выборам. Нет такого ажиотажа, такого противостояния, который имел место, как мы знаем, в 2004 году, в 2011, в 2014 годах. Это говорит о том, что отношение общества в целом к этой проблеме меняется. Общество надеется на сегодняшний день на великие перемены, на великие свершения, которые могут быть осуществлены новыми лицами, которые появились на политической арене. Я хочу непосредственно затронуть вопрос координации действий нескольких кандидатов в президенты. Имело место встречи четырех кандидатов, которые, объединившиеся в группу, имели встречу с общественностью в городе Ачимчира. Добавлю, что и после этой встречи у нас были неоднократные встречи, где принимали участие кандидаты в президенты. Это говорит о том, что наша молодежь уже не столь апатична, как предыдущие выборы. Это говорит о том, что на сегодняшний день даже та часть нашего общества, которая абсолютно на сегодняшний день равнодушна к выборам, и более того, озвучивает свою позицию как неявку на выборы, то есть есть недоверие ко всему происходящему в стране. Я считаю, что пополнив бюллетень именно графой, протестую или же не голосую ни за кого, голосую против всех, это есть уже показатель изменения настроения в обществе. Я считаю, что только скоординировавшись, объединившись, а тот пример, который я вам привел, он довольно-таки отчетливый, является показателем, мы сможем достичь очень больших перемен, очень больших достижений в ближайшем будущем. Действительно, кампания проходит достаточно спокойно, да, в отличие от предыдущих кампаний. Правда, может быть, во многом сказывается усталость общества и недоверие к уже существующим лицам. И как раз-таки, как сказал Артур Беродович, да, вот мы другие кандидаты, да, это определенные новые лица, и тот, может быть, пример, да, что все же и в политической элите, да, уже назрели необходимость перемен. Да, это не значит, что сегодня мы говорим, что все, кто занимался до этого политикой, и должны отойти в сторону, нет, они многие обладают колоссальным политическим, да, и не только политическим, и хозяйством, и вообще грязненным опытом. Их опыт надо использовать вовсю, но народу уже нужны новые лица. Причем, будем говорить откровенно, и Артур Беродович, ну, сейчас не стал это озвучить, мы и себя не расчениваем, как людей совсем уж молодых, да, это было бы достаточно глупо, но людей, которые, возможно, необходимы для переходного периода, да, чтобы плавно перейдать, да, понимаете, как это, чтобы не было разрыва поколений, чтобы не было спокойной передачи, скажем, власти от одного поколения политиков к другим. И, может быть, люди, не занимавшиеся публичной политикой, для этой цели наиболее подходящие. Вы выбрали выборы, вы стали президентом Абхазии, вы стали вице-президентом Абхазии. Как пройдет ваш первый рабочий день? В первый рабочий день, я думаю, у нас пройдет в самой благоприятной атмосфере. Все наши единомышленники и даже те, которые будут голосовать против нас, а люди имеют полное право на свое личное мнение, соберутся, может быть, в здании администрации президента, может быть, на площади, где мы все поприветствуем друг друга и обозначим те наши пути видения по выходу из сегодняшнего социально-экономического и политического кризиса. Первый день, несомненно, будет уделен и той кадровой политике, которая будет иметь место в нашей внутренней политике. Я считаю, это один из немаловажных вопросов, и на нем, на сегодняшний день, мы особо акцентируем свое внимание. Я считаю, что в новом правительстве, в новом составе должны появиться и новые лица, и те, которые принесут огромную пользу своей деятельности для своего народа и своего государства, независимо от политической принадлежности, независимо от политических взглядов и так далее. Конечно, у вице-президента на этот счет очень хорошая работа, да, там особенно ничего не делать, но все же, как раз таки, по крайней мере, мы рассчитываем на то, что мы с первого дня и даже еще до этого предложим всем противоборствующим силам, предложить свое введение решения проблем, свои кандидатуры, в конце концов. Должно быть для занятия той или иной государственной должности, должно быть два основных критерия. Это компетентственность и честность. Все остальное, если мы объединим свои усилия, это будут задачи, и не такие решались, да, перед Абхазией. Так что это будет решено. Главное, все успешно решается, когда все делается совместно, всем миром. В силу того, что Аслан Шатаевич затронул один немаловажный вопрос, касаемый именно полномочий вице-президента, хочу отметить, мы готовы на реформы власти, самой существующей системы. Более того, мы уже обговаривали неоднократно о распределении полномочий между президентом и вице-президентом, о распределении полномочий между президентом и парламентом. И этому мы посвятим конкретное время. И я считаю, что нам под силу положить начало именно тем реформам, которые должны иметь место в вопросе, касающийся системы управления страной. Я хочу обратиться к нашей молодежи в первую очередь, потому что мы возлагаем на нее огромные надежды. Вся наша педагогическая деятельность, имею в виду и Сослана Шатаевича в первую очередь, связана с молодыми. Я хочу обратиться к сельчанам, проблеме которых уделяется особое внимание в нашей предвыборной программе. Я хочу обратиться к интеллигенции Абхазии, к тем, кто имеет непосредственное отношение к системе образования, к культуре, науке. Поддержать нас на предстоящих выборах, отдать нам свой голос, возложить на нас надежду, ответственность. И я вам даю слово, мы вас не подведем. Нам было бы очень приятно, мы все же не олимпийцы, мы участвуем не для того, чтобы участвовать, а для того, чтобы побеждать. Но самое главное, если вы изберете нас, мы обещаем, что мы, по крайней мере, то, что декларировали, будем проводить это в жизни. И, наверное, самое главное, все же приходите на выборы. Не забывайте, что судьба народа в его руках. Если вы не придете, то подумайте над тем, что за вас, ваше будущее на пять лет, решит кто-то другой. Спасибо. 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 Спасибо.